Глава комиссии при главе Республики Алибек Алиев совместно с представителями администрации Махачкалы, управления ЖКХ и сотрудниками ГИБДД провел рейд по улицам столицы. Проверяли состояние дорожной сети города. Подробности в материале наших коллег. Улицы города часто именуют его артериями. Так же, как и в организме человека, они играют очень важную роль. Судя же по состоянию махачкалинских дорог, здоровье столицы находится в плачевном состоянии. Бугры, ухабы, ямы, качество проезжей части оставляют желать лучшего. Водители как частных авто, так и общественного транспорта несут большие потери на бесконечный ремонт машин после езды по таким автотрассам. Когда будет покончено с ямочностью? Потому что водители однозначно, каждый человек, который за руль садится, тот получит дорожный налог. Эти дорожные налоги куда идут? Ну, наверное, не настолько мы бедные, чтобы не могли столице республики покончить с ямочностью. Непогода, отсутствие техники, рабочие силы и, как правило, катастрофическая нехватка средств. Причину служб коммунального хозяйства и администрации города хоть отбавляем. И так из года в год. Вообще невозможно. Яма... Я понимаю, дорога такая. Сейчас пойдет ливен сегодня, завтра вот такая дырка там будет. А что это должен делать? Это должен делать бюджет. Бюджетных денег нет. 70 миллионов рублей все уносят бюджета этого года на ямочный ремонт. 70 миллионов. Что мы с ним сделаем? Тем временем и без того разбитые улицы города приходят в еще более ветхое состояние, а число недовольных автовладельцев и количество ДТП на проезжей части только растет. Еще одна проблема городских улиц – отсутствие остановок для маршрутного автотранспорта. Машины останавливаются, где взумается, создавая аварийные ситуации. Все маршрутки, кроме Махачкалы и Дагестана, останавливаются только на остановках. Есть сюда? Есть. Почему в Махачкале мы не можем это сделать? Вопрос с остановками Алибек Алиев обсуждал с городским руководством уже неоднократно. Была даже создана специальная комиссия. Но, как оказалось, на пути решения проблемы у администрации возникло немало подводных камней. Большинство остановочных комплексов сегодня оказались в частных руках. Это звучит смешно. Смешно звучит, но они оказались в частных. На этой территории выданы зеленки. И сегодня администрации города ведется работа для того, чтобы в судебном порядке их возвращать. Их сначала вернуть надо. Понимаете? Это вообще ненормальная ситуация. Вы говорите в других городах. Ни одного города, наверное, нет, где есть остановочные комплексы в частной собственности. Многие остановки, перешедшие собственно с предприимчивых дельцов с помощью коррумпированных городских чиновников, уже давно переоборудованы под торговые точки. И сегодня отменить незаконные решения и через суд вернуть остановки оказалось делом непростым. Да и занять это может не один год. Руководством Махачкалы ждать столько не намерено. Уже разработаны проекты и эскизы новых современных остановок, которые займут свое место на улицах столицы в ближайшей перспективе. Еще одна актуальная проблема – припаркованные в неостановленных местах машины. Куда смотрит дорожная инспекция? Задается резонным вопросом глава президентской комиссии. Чтобы освободить вот эти остановки от этих машин раз и навсегда, чтобы они, вот как прохоженные, объезжали это место, чтобы это было только для общественных, для маршрутных такси. Понял вас. Вы когда это сможете делать? Работу мы проводим, но еще больше усилим эту работу. Не видно работы? Будем еще начать. По итогам рейда и проведенного анализа состояния дорог, уполномоченный главы республики дал поручение администрации города и коммунальным службам привести улицы города в надлежащее их состояние. А комиссия в еще более расширенном составе намерена проводить подобные рейды еженедельно, пока совместными усилиями проблема не будет решена. Совместно, от кого это зависит, вместе, объединенными силами возьмемся за эти дела. Я так думаю, что до конца этого года мы порядок наведем на улицах города. Согласно, от кого это не подходит в говорить, надпись развиваться с людьми. Пр meget Belgium при нефтом как водостройки маленькая работает. Наверное, как Cosm速ки получше lazım. Продолжение следует... Продолжение следует...